Пошел уже третий месяц с момента заключения под домашний арест начальствующего епископа Союза евангельских христиан Александра Трофимовича Семченко. Мы продолжаем информировать общественность о том, как развиваются события. Прежде всего, мы посетили ту церковь, в которой Александр Трофимович несет служение старшего пастора. Уже третий месяц продолжается содержание под домашним арестом Александра Трофимовича. И поскольку он является старшим пастором церкви на Шелепихе, то, конечно, мы все испытываем на себе его отсутствие, ну, как такую большую проблему для нашей церкви. То, что он сейчас вот столько времени находится на домашнем аресте, физически он нездоров, и как-то, знаете, морально мы смотрим на него, он просто сникает. Вот каждый день он чувствует свое какое-то, знаете, действительно бессилие, он не может никак понять, за что и почему. Господи, мы молимся, особенно пожилые, они просто, вы знаете, со слезами. Проходя вот это вот своего рода долина смертной тени для него, и для нас это тоже учеба в том, что дьявол все-таки противостоит церкви, противостоит народу Божьему, и необходимо крепиться. И сейчас церковь молится усиленно, и мы лично каждый, это самая основная нужда, я думаю, что это и в христианском мире. Как видим, арест Александра Трофимовича стал личной проблемой для всех этих людей. Просим тебя за Александра Трофимовича, пожалуйста, благослови его, помоги, чтобы рассыпалось это обвинение, чтобы и завтрашний допрос направил в следствие конструктивное какое-то русло, чтобы все это было сделано во славу твою, Господь. Но, безусловно, масштаб личности Александра Семченко гораздо больше рамок одной общины, или даже всех общин одного города. И с каждым днем все больше христиан из самых разных регионов нашей страны открыто выражают поддержку арестованному епископу. Вот церкви со всей России пишут в поддержку Александра Трофимовича, но так как он не может получать письма, письма приходят, естественно, мне, как вице-президенту Союза. Обычно вот такое состояние или такая ситуация вызывает разочарование, уныние. Скажу, что в Союзе Ивановских Христиан эта ситуация вызвала вот такую волну молитвенного уединения, когда церкви объединились вокруг этой нужды. Конечно, отсутствие начальствующего епископа не позволяет решать очень многие вопросы. Все в таком зависшем состоянии, что делать дальше. Но мы надеемся, что правда восторжествует. И Александр Трофимович, по крайней мере, до суда, по существу дела, будет иметь возможность выходить на связь, звонить, писать, поддерживать церкви. Это касается и Союза Церквей, это касается и 700 церквей Всероссийского Содружества, организации, входящие в Содружество. Вот это только часть этих писем, когда они пишут и говорят о том, что они молятся, чтобы Бог изменил сердца начальствующих, чтобы Бог изменил ситуацию в стране нашей, чтобы действительно наступила религиозная свобода.